Хотели попробовать что-то новенькое, но опять заказали Филу? Не беда, с нами такое постоянно, ведь именно этот ролл признан классикой. Сегодня проведем слепую дегустацию, чтобы проверить, как обстоят дела с Филадельфией в Питере. Мы заказали 5 разных роллов на доставку, но имен раскрывать сразу не будем. Так мы сможем оценивать блюдо объективно и непредвзято. Главными экспертами сегодняшней дегустации будут наш ведущий маркетолог Ася, копирайтер Даша и постоянный клиент Влад. Мы выделили 6 критериев для оценки роллов. Текстура, вкус рыбы, сыр, соотношение начинки и риса, а также общее впечатление. Заказали бы ролл еще раз или нет. У каждого ролла может быть максимум 18 баллов. А теперь о теории к практике. Рис невкусный. Мне не понравился. Он какой-то слишком твердый был. Текстура в целом, да блин, не понравился мне. Ну вот я прям так скажу, мне не было вкусно. Сыр только вкусный был внутри. Рыбу я не заметил. Ну и я бы не заказывал больше. Мне вообще не понравилось рис. Прям его очень было много. И он прям какой-то резиновый. Его очень было тяжело жевать. Рыба там, она куда-то, видимо, уплыла. И вообще не чувствовалось. Я бы не заказала. Ролл был суховат. Сыр мне не понравился вообще наоборот. В общем, было как-то странно. Во-первых, я всю эту минуту хрустела огурцом. Как будто просто кусок огурца съела. Его было очень много. Сыра тоже мне показалось многовато. Но и мне не понравилось, что он такой с кислинкой. А рыба тоже мне показалась многовато. Рыбы много. Мне понравилось. Рис среднячок. То есть он и не соленый. Уксуса как будто нормальненько положили туда, налили. Но чуть-чуть твердоватый. Текстура ролла в целом нормальная. Такой небольшой, плотненький кусочек вкусненький. Сыр. Такой нейтральный вкус. Не знаю как. Но и неплохо, и нехорошо. То есть такая серединочка получается. Ну и заказал бы, да, заказал вкусные, хорошие роллы. Ролл был нежный, мягкий. И в принципе жевать было хорошо. Качество риса, ну, немножко показалось пресное, но нормально. Рыбы было много. Сыр, ну, тоже вроде и сливочность чувствуется, но не очень. По соотношению начинки риса все нормально. Мервы было. И да, еще бы раз заказала. Я бы тоже заказала. Мне понравилось на самом деле качество риса, несмотря на ваши комментарии. По текстуре тоже было все good. Единственное, что у меня возникли вопросы по сыру. Он какой-то слишком попьянкий. Я точно знаю, что это был не наш ролл. Знаете почему, коллеги? Потому что там был авокадо. Ролл, как мне показался, маленький. Прямо под рот идеально залетел. Рис, ну, все, блин, ну, по текстуре ролл у меня вопросов нет. Качество риса хорошее. Рис доваренный, не переваренный, жуется легко. Рыбы очень много. Как мне показалось, она прям в круг замотана была. Сыр вообще с кайфом. Соотношение риса с начинкой, вот все в меру. Вот, блин, как по мне, я бы заказал. А мне вообще не понравилось. Я тут нули везде поставила. Хоря, не знаю. А можно ноль? Я не знаю, но теперь можно. Я прям взяла в рот и как будто там прям сиропа бахнули, рыбу как будто чем-то обмазали. Я чувствовала только какой-то сироп. Может, это и подкупает. Может, по соотношению было нормально, но был один сироп. Я бы не заказала. Мне вообще не понравилось. Ничего. Это было неплохо, но и не кайф. На самом деле довольно сложно оценивать, просто потому что тут был не огурец, тут была авокадо. Я так на нем зациклила, что теперь я не могу уже ни о чем другом думать. Наверное, я второй раз бы не заказала, потому что мне не понравилась текстура рыбы. Короче, рис жесткий. Что-то из этого очень было кислое. То ли сыр, то ли рис. Рис, рис. Рыбы я не заметил вообще. Начинки много, авокадо как, блин, ну, твердый. У меня как будто рис где-то с тренером. Рис не очень. Он был очень кислый, вообще сам ролл. Туда или реально бахнули очень много уксуса в рис, или с сыром что-то не то было. И жевать было тяжеловато. Но в итоге, на самом деле, все вроде вкусно, когда вместе все это жуешь. Я бы еще раз заказала. Я бы оставила за текстуру ролла один, просто потому что деревянное авокадо, это вообще отстой полный. Рис мне, кстати, наоборот, понравился. Я люблю такое. Я поняла, что ты говоришь. Уксусность немного есть, она мне нравится. Тоже не скажу, что я прям в каком-то лютом восторге, но да, наверное, заказала бы, если бы была такая возможность. Текстура ролла очень прикольная. Риса как будто бы совсем немного. Он чуть кисловатый, но вот такая вот кислинка по сравнению с предыдущим прикольней. Рыбы много. Сыр в меру немного и очень вкус отчетливый. По начинке авокадо был мягкий. Заказал бы еще раз. Было немножко тяжело жевать, но, в принципе, нормально. Рис был вкусный вот прямо здесь. И рыбы очень много, и она прям хорошо чувствовалась. И сыр, мне кажется, это первый ролл, где мне понравился сыр. И все вместе прям очень гармонично и вкусно было. Я бы точно заказала. Мне тоже очень понравился здесь сыр. Это, на самом деле, такой, наверное, основополагающий фактор. Но я согласна, что было довольно трудно жевать, как и с предыдущим роллом. Просто потому, что они довольно большие. Но я думаю, что для кого-то это плюс, для кого-то минус. Ну что, все филы съедены, баллы посчитаны. Давайте смотреть результаты. На пятом месте оказалась доставка 89,56. Выше по строчке поднялись много лосося. Открывая тройку лидеров, доставка Ями-Ями. Второе место, с отставанием всего лишь в один балл, заняли большие суши. Ну а на первом, наша любимая фила от важной рыбы. На самом деле, я очень рада, что важная рыба в этом состязании победила. Мне кажется, это очень хороший показатель того, что мы делаем свою работу хорошо. Ну и, безусловно, были супер достойные конкуренты. Всем большое спасибо. Так что, будем еще дальше стремиться и радовать вас вкусными роллами. Ну что, вот такой экспериментальный формат у нас вышел. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Пишите, что попробовать следующим. А также, пишите, если вдруг хотите стать одним из членов фокус-группы и оказаться по ту сторону экрана. Всем пока!